Рубрику эту про звонаря рассказывающего придумал Сергей Алексеевич Старостенков, ну и логично было бы её начать с рассказа о нём, тем более в свете последних событий. Он в компонологию пришёл из этнографов. И этнографом он был не по профессии, только действительно по призванию, такое впечатление, что по душе своей. То есть вот это его какое-то внимание, интерес, немножко отстранённость такая. Например, он всегда был при колоколах и не звонил у них, то есть столько лет. И при этом он всегда с интересом наблюдал за всеми, за всем происходящим, изучал это. Вот, действительно с неподдельным интересом. Вот. Но вот эта этнографическая, что называется его составляющая, она действительно была очень сильная. Я вот вспоминаю, сколько раз мы куда-то ездили в какие-то поездки, ночевали вместе и что-нибудь там перед сном закинешь, Сергей Алексеевич, какое-то, какое-нибудь уточнение. А вот хазары всё-таки, кто вот такие, ну не очень понятно. И вот он начинает такую палитру раскидывать. То есть не сказку рассказывать на начале, а сказ такой настоящий, где действуют там народы, на разных землях они передвигаются, перемещаются между собой, как-то взаимодействуют. И он рассказывает не как с научной точки зрения, с подходом. Вот. А именно, как о живых людях, о живых семьях, об их там ссорах и всё. То есть вот действительно он мог так хорошо это и живо описывать. Александр Борисович Никоноров говорит, что у него были достойны в этом смысле учителя. Вот. И, видимо, он воспринял просто. Не просто знания, которые, кстати, он он... То есть до сих пор эти все знания сохраняются. Вот. Никуда не ушли. Вот. И живо вот в этой этнографии. Там в кунсткамере у него над столом, над рабочим висели вот эти африканские копья, маски. Ну, и причём такие не декоративные маски, а настоящие. И он... Я не помню, там он вроде Индонезии занимался или вот какими-то теми народами. И, видимо, тоже очень глубоко. Я помню, в Ярославле была история такая. Мы с ним пошли на реке Котросли при впадении в Волгу. Там пляжик есть небольшой, но вода там не очень купается. Редко, но пляж есть. И мы, значит, с ним сидим на этом пляже. Вот. Вернее, лежим даже. Вот. Лежим. И я что-то пошёл искупаться. Значит, захожу в воду. Вдруг смотрю, там рыба. Выпрыгнула и плеснулась. Вот. И я кричу. Рыба! И тут что-то странное происходит. То есть вот этот грузный человек, который лежал спокойно на песке, вдруг он не то что вскакивает, а вот как-то поднимается и такой кошачьей походкой нагибается. Это быстро-быстро идёт к воде по дороге. Он хватает булыжник вот такой и идёт дальше, дальше, значит, заходит в воду. И вот потом только как-будто его переключило. Он как-будто там стремнулся, а этот камень отбрысывал и пошёл обратно. Это, я не знаю, было лет 12 назад, но до сих пор вот прямо именно вот это состояние, такое впечатление, что это другой человек, в нём что-то такое включилось, вот глубинное. И потом он как-бы это сбросил себя. И вот, мне кажется, всё оттуда и идёт. Он всегда о себе очень мало рассказывал, а расспрашивал очень многое. И расспрашивал с интересом. То есть и как-бы вот по всем позвонарским делам, по каким-то идеям, по планам. Вот. И ещё он всегда умел радоваться. Вот как-то ему расскажешь что-то, и он умел оценить это. Особо никаких слов не говорил. Просто как-то хмыкнет так по-своему, и ты понимаешь, что это круто. Или ему идею какую-то расскажешь, и видно, что он действительно получает от этого удовольствия. Обычно удовольствия мы для себя какие-то получаем, что-то съел там, что-то. Редко мы умеем радоваться и получать удовольствие от каких-то, от каких-то вещей таких нематериальных, от взаимодействия, от чужой там идеи, да. Например, вот она понравилась. Из неё он ничего там, может быть, и не выйдет, но она понравилась. И он ей порадовался. Вот. И, наверное, вот это самое главное. В общем-то, если бы, да, если бы, наверное, не он, мы с Володей Кольчуком бы просидели, то есть еще бы лет десять, наверное, на этой колокольне просидели, а так вот он нас спустил с этой колокольни и в этот, вел в этот небольшой, уютный такой колокольный мир интересный. Вот. И, конечно, это такой ключевая, ключевой человек для нас. И вот с его уходом, конечно, какая-то не просто что-то теряется, а теряется часть твоей собственной жизни, которая, как это вот была такая особая составляющая, вроде бы незаметная, но вдруг, когда она... Её нет уже, ты понимаешь, что не хватает чего-то такого, ну, не внешнего, а твоего внутреннего. Вот. Оттуда. Ничего он про себя очень мало рассказывал и ничего мы не знаем про него. Очень мало. И только, может быть, будем узнавать еще в какой-то степени. Как вот сейчас, буквально на днях, вдруг мы прочли его стихи, о чем бы вообще и не предполагали. Вот. И, наверное, стоит сейчас вот вспомнить этот стих о Крагопольской экспедиции 86-го, далеку 86-го года. Вот. Когда он еще в эти экспедиции ездил. Вот. И там напитывался, в общем, этим и своим содержанием. И оттуда, наверное, вот это его внимание, это интерес и вот такая уникальность. Даже мне люди говорили на фестивале, ой, жалко, а я так думал, что на этом концерте, это, Старостенков придет. Хотя он приходил, он ничего там особо не делал. Ну, то есть, так он сидел, слушал. Ну, поговорит с человеком. Он как-то вот так хорошо слушал. И вот это его внимание, оно как-то очень хорошо собирало атмосферу вокруг него. Стихотворение попробуем вспомнить. Здесь рубит лес и зарастают пашни. В церквах зерно, молчат колокола. И колоколем покосившиеся башни. Вот символ Каргопольского села. И у подножья башни той Пизанской, Забыв про город, дом и про друзей, Этнограф молит сиротой Казанской И клянчит вещи в свой родной музей. Зайду в избу за речкой на пригорке, Прогнили грабли, цепь лежит без дел. В посуде темной масло все прогоркло, А жорно в каменной от скуки посидел. Добротен дом был, крепок был фундамент. Разрухой смотрят окна на меня. На билке скромный резанный орнамент Несет эмблены солнца и огня. Чердак заброшенный. В пыли за балкой, Где жухнут веники и стлело помело, Вдруг заиграет расписная прялка, Как птица сирен вещие крыло. И встали в ряд горшок, коса горбуши, И звери-соподойник, ткацкий стан. Подай ладонь им и раскроет душу, В них тайны есть и здравый смысл им дан. Так воскресим их души, Сохраним тела. Все это наши общие дела. Like, как порошка висит。 Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok